Доброе утро, Роро! Что касается не раскрывать свое сердце, то, что на сердце, когда мы составляем молитву, как нам эти слова наружу высказывать, чтобы товарищи услышали, как нам строить общую молитву? Мы в нашей молитве, допустим, мы хотим написать совместную молитву, и мы используем все-таки общие слова, не личные слова человека. Все хотят прийти к исправлению, все понимают, что нужно делать это через объединение, все понимают, что мы не способны сделать это, а только Творец может нас соединить. Все понимают, что если мы не попросим, то мы не получим эту связь, это объединение, и тогда Творец не сможет раскрыться, и мы останемся в отрыве от Мира истины и так далее, и так далее. То есть общие эти вещи мы все знаем. И есть ещё много, что можно написать, то, что нами принято, и мы слышали об этом много раз, много раз говорили об этом. И поэтому нет у нас так уж в этом столько раскрывать мысли, ожидания, цели каждого. Правде говоря, у всех есть в духовном те же желания, те же ожидания, те же цели. Нет здесь так уж, что скрывать, но здесь говорится о состоянии, в котором человек находится в данный момент. Это я должен скрыть. Это я не должен раскрывать товарищам. Не в хорошем состоянии, когда я кричу от того, что я воодушевлён, или когда мне плохо, я не знаю, что делать с собой. Эти вещи я должен держать при себе. Но общие вещи — включаться в них и обращаться к Творцу. Итак, есть молитва общая, десятки. И есть молитва личная. Обычная личная молитва исходит изнутри сердца, когда человек не может сдержаться. А общая молитва, она выходит из группы. Так, раскрывается в словах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok